добрый день еще раз вчера делал дело не доделал сейчас вам покажу в общем ребята потерпела моя конструкция неудачу вот сейчас объясню в чем в чем проблема но мы ее все равно будем решать в любом случае вы там что не писал чтобы что не говорил решить этот вопрос надо однозначно я думаю не боги нашли обжигают кстати всех с праздником водителей и водительниц но в пол вообще значение не имеет главное водители в общем показываю что я вчера сделал и чему я сейчас иду станок ребята не выключается деревьев сейчас покажу так ребятки начнем с малого значит смотрите с чем я столкнулся ну то есть вот эту тягу я сделал поставил эту фигню да что что начала происходить болен пока болты ставил блин в рот вымочил блин обшивку надо будет ему потом заново если это подклеить потому что болты туда пошли вот они видите изуродовал блин в общем это подклеится неважно так смотрите в чем заморочка во первых что мне сейчас предстоит значит так как эта часть стоит жестко да то есть она должна поворачиваться влево вправо из-за того что здесь я предполагал что она будет работать но это сейчас болты шевелятся пошли не затянутые смысл в чем втулка вот это она не она то есть вперед назад она двигается а влево вправо нихрена то есть выворота пониженной пониженной нету то есть туда-сюда находит это уходит плохо потому что идет изменение вот этого угла то есть поняли вы она же имеет вид маятника то есть она должна подниматься вверх вниз но уходить то есть у нее угол траектории меняется так как когда тяга идет прямая то есть идет прямая тяга сюда подходит и то есть здесь стоит шар в этой части поэтому на этом шаре она и ходит из-за того что я добавил вот эту тягу то есть сделал также примерно как и на этом вот те же самых мазах там прямая тяга идет в общем получается чего вот эта конструкция нихрена ребята не подходит это первое то здесь должен быть механизм шара чтобы этот шар мог давать возможность чтобы не выламывал а вот эти все кронштейны менять угол и траекторию значит поехали дальше то есть эта конструкция ребята не подходит потом дальше момент значит тут все она отчелкивается но сделал я вот эту вилочку сделал слишком маленькое расстояние видите вот она поднимается опускается да вот то есть мне сейчас надо будет немножко доработать чтобы она ложилась вниз по длине по длине ее хватает то есть вот сейчас кабина полностью откручена на вернее откинуто не придирайтесь там к словам потому что мне так голова засрана мыслями вот то есть по длине ее хватает то есть у меня угол докуда она будет доходить это досюда то есть под наклоном дальше момент что я сделал значит соответственно если лапка стоит наоборот у меня получается дальше момент так как проходит это все здесь не над мотором так как уйдет тому других автомобилей то есть мне нужен угол да можно его согнуть сюда резаком выгнуть ну то есть сделать вот этот зихер над этим я еще буду сейчас работать мне сейчас надо что сделать мне на сейчас решить вопрос установки здесь шарового механизма чтобы возможно было изменение траектории движения раз и соответственно решить вопрос ну поняли да вот что происходит раз и она не ложится то есть мне надо будет сейчас пропилякать вот там вот немножко глубину убрать вот чтобы она опускалась полностью вот она сейчас под 90 градусов ну то чтобы она проходила что я сейчас ребята делаю да может кому-то это покажется что это бред но ребят я делаю как делаю показываю товарищем грамотным интересным я знаю что просто рукожопой они это делать все не будут но не то что рукожопой а вот эти которые кашу жарят они им это на хрен не надо в общем можно было есть такой механизм сейчас я покажу какой вот у меня на станке устанавливал есть вот так вот такие уши фонарик вам покажу есть вот такой механизм шаровый да вот он видите сюда я устанавливал на станок то есть он имеет виде шара но так как вот эта часть она не металлическая силу миновая но не силу мином чугун идет то есть мне надо крепость иметь более серьезно поэтому выточил я у меня здесь есть бляха-муха у меня есть здесь небольшие шиесы в моем хозяйстве то есть я сейчас выточил шиес шиес сделал такую втулочку проточил под стопор вот то есть попробовать установить вот этот механизм сейчас я приварю сюда пластину по диаметру той ерунды и посмотрим как она будет двигаться по этой части то есть месяц сюда еще вал надо будет выточить вовнутрь вот ну соответственно снять значит смысл в чем можно было бы взять диаметр больше подшипника но у меня там расстояние очень маленькая мне нельзя превышать этот механизм расстояние больше четырех сантиметров потому что у меня там остается 7 сантиметров ну то есть вот так да до головки при закрытой при нажатой полностью то есть когда уже головка вернее этот кабина садится то есть чтобы головку там потом не раздавила блин то есть нельзя мне превышать это расстояние ну в общем пока так я вам немножко обрисовал ситуацию сейчас я иду снимать вот тот кронштейн вот снимают от ребята кронштейн ну и соответственно про то чуть все дальше начинаю я думаю все равно мы эту херню добьем диаметр этот трубы 25 это американский кусок 25 а у нас там получается диаметр то есть вы понимаете одна проблема тянет другую то есть задача задача одна тянет задачу другую там труба 25 вот а здесь ребята у нас получается 17 но 18 это то 18 17 17 а там 25 то есть мне сейчас надо вытащить вал еще и этот вал в пиндюрить пиндюрить ребятки пиндюрить ребятки его вот в этот кусок ну то есть она сейчас померить вот этот угол сколько тут кулиса движется от и до ну и соответственно сюда в пиндюрить этот кусок тогда когда я решу эту вопрос тогда я уже займусь вот этой дальней частью в общем сейчас все это снимаем разбираем и дальше двигаемся вот такие ребята задачи у меня стоят не очень сложные ну а что делать сегодня воскресенье уже надо и в рейсике ездить ну надо во первых решить этот вопрос по-любому однозначно я бы вам скажу скажу что я мерил в принципе если бы например я поставил родную кулису или еще какую-то тросовая до вопросов не было но я вам скажу что механизм тросовой там бы пришлось бы им мемора было побольше так как эта коробка рассчитанная именно на тягу там бы на коробке мне лепить пришлось бы мне меньше чем тут и точить пилить и такие же механизмы делать все нормально все движемся дальше пошла пошла жара ребята нарезка волнов улучшаем токарные токарный профессионализм сейчас я вам покажу с чего это тяга пошел за телефоном ну в общем смотрите ребята что я сделал здесь резьба у меня нарезанная здесь нарезанная резьба здесь нарезанная резьба вот это шпилька взятая с десятки с тяги с рулевой так что у нас дальше эта фигня тут резьба в общем сейчас собираем и смотрим чё как она будет все это работать такая тема так над одной херней победа победа ребята победа все здесь я проточил опускается палка низко полностью ложится то есть теперь при полном поднятие кабины ее не поломает то есть соответственно мне надо будет его так сделать вот так вот все имитацию то есть имитацию ребята мы этой всей херни победили вот сейчас я ее разберу заново в 50 тысячный раз мне надо подогнуть мне не нравится вот эта трень потому что когда кабина была закрыта не было видно сейчас я вам все покажу то есть сделали дополнительный чуть-чуть здесь вот есть сейчас я в этой части сану не нравится она слишком вверх уходит вверх идет то есть если наверх пойдет она у там до конца может упереться в этот то есть мне сейчас надо согнуть вот здесь чтобы она она здесь подвинется ручка в свободном положении лево-право там она работает все ребята цель достигнута сгинаем сейчас здесь поглубже и все так показывал не показывал в общем я когда подогнул вот тут вот усы они мешали то есть это я так на всякий случай же до самого конца чтоб не доставало то было доставание в общем ребятачка вам скажу один узел я победил видите за что я говорю вот смотрите если смотрите ровно когда когда нажимаешь меняется а за счет того что вот эта втулочка которая была цельная она не двигалась то есть это получается такой же узел как как и вот этот пока я буду собирать я потом что-нибудь придумаю смысл в чем первых я не знал как она будет работать можно было сделать чуть больше ну ладно в любом случае найду сюда эти какие-нибудь тоненькие то можно или с наконечников или с рулево стях каких-нибудь сюда можно кинуть ну посмотрим ее хватит ребята на тысячу лет не имею душу пыль грязь сюда не попадала в подшипник ну а так в принципе чё можно будет сюда резинки одеть все равно и разбирать еще тысячу раз так все опять солнце заходит были три дня блин три или два уже не помню так а теперь блин война мне вот с этой конструкции ребята война с этой конструкции тут еще неоднократно придется ее вот эту херню срезать это надо разобрать вот этот палец вот когда я дену трубку то есть у меня получается кабина когда садится то есть вот в этом примерно вот на вот этом расстоянии у меня доходит вот это вот удочка когда она собранная там ни хрена ребята не видно блин как это все блин так один узел я победил понятно что там еще и красить мазать блин но это уже херня все косяку то тут под кабиной надо будет залепить заклеить так все одна часть узла есть приноси дня уже ни хрена не получится блин завтра понедельник на работу опять в общем я думаю добью я эту херню вот это надо мне развернуть его чуть слов или вверх или вниз там значение не имеет она и так проходит в принципе гайка здесь вот потом переварить вот эту часть посмотрю либо тут оставить можно и развернуть ну в принципе там разница нет от тяги как она как она и стоит там вообще до жопы вообще как захотим так и повернем ее правильно хоть так вот так вообще отпустим развернем так это вообще значение не имеет никакого куда она будет подходить туда мы ее и приляпаем нам самое главное что при качении чтоб она она что делала отходила влево вправо соответственно вот этот угол ребятки его надо будет разгинать чтобы он примерно вот так стоял потому что когда она подчелкивается сюда ну ближе сейчас щелкну ребят это крайняя точка блин это крайняя . лайки нету это нейтралка то есть она у меня стоит в таком положении да тут расстояние предостаточно вот ее еще надо будет мне то есть уровень видите да вот то есть мне надо будет ее можно чуть чуть выгнать развернуть сюда чтоб она у меня шла у меня получается вот на вот этом уровне сейчас я назад отойду чтобы кому-то видно было вот так вот да видите какая несовосность но тут это кажется смотришь вот принципе тут ребята нормально она должна сюда и будет выходить хватать ей ну в общем этим уже узлом займусь так что можете чего-нибудь написать на сегодня все